Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Что нового появится в налоговых уведомлениях по имущественным налогам и как начисляются пени неплательщикам? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Елена Данилкина. У нас прямой эфир. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Елена Викторовна. Скажите, пожалуйста, декларационная кампания идет своим ходом. Я знаю, что в ней есть несколько этапов и вот очередной уже завершился. Какие итоги уже можно подвести? Какие тенденции? Какова активность граждан по уплате и подаче декларации и так далее? Да, ежегодно мы информируем наших граждан о результатах проведенной декларационной кампании. Каждый год декларационная кампания у нас начинается с января и заканчивается в последний день срока предоставления таких деклараций. Он установлен налоговым кодексом 30 апреля ежегодно. Но в этом году в связи с выходными днями, последний день для представления таких деклараций у нас 2 мая. То есть вот 2 мая декларационная кампания уже завершена. В этой декларационной кампании в период ее проведения налогоплательщики, физические лица, которые обязаны представить декларацию по суммам полученного дохода, с которым налоговым кодексом установлена обязанность уплаты налога, должны были предоставить декларации 3 НДФЛ по месту своего жительства. По состоянию на конец, так скажем, декларационной кампании у нас на 2 мая более 132 тысяч физических лиц представили декларации, из которых 4,4 – это индивидуальные предприниматели, остальное количество – это физические лица. При этом в этот период представляли декларации не только физические лица, которые обязаны были представить декларации, но и те, которые заявляли свои права на предоставление предусмотренных налоговым кодексом вычетов. Ну, в большинстве своем это, конечно же, имущественные вычеты по приобретению жилья и, конечно же, социальные вычеты, которые предоставляются по затраченным средствам на обучение, на лечение. Хочу сказать, что основная масса, конечно же, деклараций получена от физических лиц, которые все-таки заявили свои права. Заявленная сумма к вычету составила 4,7 миллиардов рублей из бюджета. А уточнить можно, выплаты вот эти вот в течение какого времени могут получить заявившие? Сроки как-то обусловленные? Да, они предусмотрены. Также это ограниченный срок проведения камеральной налоговой проверки, не более трех месяцев проверка производится при выявлении каких-то несоответствий или отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы или дополнительных документов, которые также установлены перечнем. Независимо от того, была ли это покупка жилья, лечение или обучение. Независимо. Да, независимо. То есть декларация, она проверяется в общеустановленном порядке три месяца. Соответственно, по окончании камеральной проверки, если не установлено каких-то нарушений, подтверждена сумма к вычету уже по заявлению налогоплательщика, которая может быть приложена одновременно с декларацией, в течение месяца осуществляется возврат этой подтвержденной суммы по реквизитам, которые плательщик уже самостоятельно в заявлении указывает. За полугодие уже по заявленным суммам произведен возврат на 2,7 миллиарда рублей. То есть по тем декларациям, которые завершены, сроки подошли, соответственно, вот эта сумма. Остальное еще проверки и дальше будет до конца года производиться возврат. А какие категории налогоплательщиков в обязательном порядке должны подавать декларацию? Вот налогоплательщики, которые заявляют права, в принципе, для них срок предоставления декларации не ограничен. То есть в течение всего налогового периода в любое время гражданин может предоставить такую декларацию, она будет рассмотрена. Для тех категорий физических лиц, которые получили, например, доход от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех лет, в том числе транспортных средств, которые получили доход от продажи ценных бумаг, от продажи долей в установном капитале, получили доход от выигрышей. И, кстати, это участилось в последнее время по рейс Порт-Лото, в частности. Получены в порядке дарения какие-то объекты. Вот такая категория физических лиц обязана предоставить декларацию уже до 2 мая должны были. Отдельной категории хочется выделить физических лиц, которые получают доход от сдачи в аренду какого-либо имущества. Это и жилое имущество, и нежилое, и в том числе и транспортные средства. В отношении этой категории, как мы знаем, очень большое количество физических лиц осуществляют сдачу в аренду имущества, получают доход от такой услуги. Но, тем не менее, не все граждане предоставляют декларации, то есть декларируют свой доход. Тенденция в отношении таких граждан, она немного положительная на протяжении последних трех лет. Сумма заявленного налога к уплате, она немного растет. Начиная, например, с 2014 года, от 14 миллионов до 16 миллионов такой рост произошел. Ну, небольшой, но тем не менее он присутствует. И хотелось бы еще раз обратить внимание вот именно на такую категорию налогоплательщиков, что все-таки представление, декларации, обязанность эту необходимо исполнять. А почему она выделяется в отдельную категорию? Почему вот такое внимание именно арендодателя? Ну, потому что вот именно в отношении такой категории налоговыми органами проводится, так скажем, в последнее время наибольшее мероприятие для выявления таких физических лиц и привлечения к декларированию. И получается, что все-таки обязанность, ну, достаточно значительное количество граждан такую вот не исполняют. А что им грозит в таком случае? Потому что, наверное, чувствуют люди безнаказанность какую-то, да? Ну, сдают тихонько, никто не слышит, не видит и сигналы не подают ни в налоговую, никуда. Ну, вот буквально в настоящее время совместно с общественными советами микрорайонов, которые созданы в городском округе Самары, разрабатываются новые подходы, новая схема выявления таких фактов совместно с органами и полицией, с миграционной службой, с администрацией. То есть вот это будет с ТСЖ работа налаживаться. Что общественники уже сами говорили о том, если видят, что сдается квартира, они как-то будут об этом сообщать. Да, да. То есть, соответственно, при выявлении таких фактов определенного рода мероприятий вот сейчас согласовывается, как будут проводиться. И, соответственно, при поступлении документально подтвержденных фактов о сдаче в аренду и получении дохода, будут производиться мероприятия по привлечению к декларированию. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Алло. Да, 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 пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна Сергеевна, пенсионерка. Вы знаете, напрямую я уже несколько раз обращалась. Вот живут квартиранты, там в этих квартирах никто не прописан. Вообще нельзя. На умерших людях квартиры. И они держат, ну как там, бригадами пускают квартирантов и живут. И уже сколько времени они живут, и никто ничего, никаких мер не принимает. Как можно это все? Я уже обращалась в налоговую. Приходила. Ну, спасибо за такой сигнал вопрос. Ну, вот сейчас прозвучала такая информация, что именно бригады там проживают. Я так полагаю, что это граждане, вероятно, из какого-то ближнего зарубежья, да, там проживают. Соответственно, в первую очередь, конечно, в такие случаи нужно иммиграционную службу сообщать. Это вот Татьяна Сергеевна должна сообщать или нет? Ну, граждане, которые проживают, то есть такие факты сообщать нужно в соответствующие структуры изначально, так скажем. Вот в частности, если такой вариант, то в миграционную службу, потому что там последствия могут быть разного рода, которые грозят, может быть, какой-то криминогенной там обстановке способствовать. Поэтому неизвестно. Понятно. Ну, все-таки вот интересно, что и в налоговые обращались, а сдвига нет. Здесь вот важно разграничивать, да, в какую именно сначала службу обратиться. Почему вот налоговые такие сигналы не принимают? В любом случае нужно обращаться сначала о фактах сдачи в аренду, которые, ну, как бы косвенно получается, что уплательщики видят, да, по каким-то признакам. В первоочередном порядке, конечно, структуры МВД, конечно, обращаться. Понятно. А как рассчитывается плата вот с арендодателей, плата налогов? Это большой процент или что? Почему вот нет такой массовой оплаты? Здесь речь не идет о каких-то различных подходах к исчислению налога. Доходы, полученные физическими лицами, они облагаются в соответствии с кодексом в установленном порядке. При этом налогооблагаемая база учитывает те расходы, которые понесены налогоплательщикам и в условиях там даже сдачи в аренду жилья, и в условиях получения дохода по продаже имущества. При всем при этом, если нет подтверждающих документов по расходам на получение дохода от проданного имущества, кодексом установлен вычет в размере миллиона рублей на объект имущества. Соответственно, по налогооблагаемой базе уже расчет идет, исходя из 13% вот рассчитанной налогооблагаемой базы. Вы сказали, что декларационная кампания продлилась до 2 мая. Тем, кто не сообщил, не подал декларации, что-то грозит после этого именно срока, после 2 мая, или им еще тоже можно подождать? Вообще, вот я слышала про пение даже. Для кого они будут начисляться? Для каких нарушителей и неплательщиков? В каких случаях? Изначально, если налогоплательщики, у которых существует обязанность именно по тем позициям, о которых мы говорили, по доходам полученным и с которого не уплачен налог на доходы, то, соответственно, налоговые органы далее уже начинают проводить свои контрольные мероприятия. Контрольные мероприятия на основании данных, которые получаются из различных внешних источников, в том числе из регистрационных органов, из Росреестра, то, что касается имущества из ГИБДД, то, что касается нахождения собственности транспортных средств. Соответственно, далее уже идет уведомление налогоплательщикам о том, что они не исполнили свою обязанность. Если плательщики далее не исполняют свою обязанность, то в соответствии с определенными критериями отбора налогоплательщика на проведение выездных налоговых проверок, план составляется и включаются туда физические лица, могу сказать, что в ходе именно контрольных мероприятий в прошлом году по камеральным и по выездным налоговым проверкам физическим лицам было дано численно более 120 миллионов рублей. То есть есть категории, которые уже нарушили такие сроки и, соответственно, при начислении налога налоговыми органами уже начисляются и пени, учитываются сроки уплаты, по которым плательщикам не уплачен налог. Ну и, соответственно, штрафные санкции еще дополнительно применяются. Ну, минимальный штраф – это за непредставление в срок декларации, это 1000 рублей, но это минимальный штраф, который предусмотрен. А в этом году налоговые уведомления в массовом порядке, когда начнут приходить, и, может быть, даже что-то изменится или нет? Потому что кажется, что каждый год что-то доменяется, то сроки, то еще какие-то. Действительно, каждый год происходят изменения, этот год не исключение. Также в этом году у нас поменялся формат уведомления, которые будут получать физические лица на уплату имущественных налогов. Самый основной момент, который внесен как изменение в эту форму уведомления, это четвертый раздел уведомления, в котором будет отражаться налог на доходы физических лиц, который не был удержан налоговым агентом. Ну, поясню. Основная масса, конечно, налогом дохода физических лиц, это поступает от тех юридических лиц, которые являются работодателями, соответственно, они удерживают налоги и перечисляют. Это порядка 98% общих поступлений составляет именно такой источник. Те налогоплательщики, налоговые агенты, которые по каким-либо причинам не могут удержать налог на доходы физических лиц, обязаны представлять налоговый орган справки 2НДФЛ, в которых рассчитана сумма налога на доходы физических лиц, и она не удержана с физического лица, который получил этот доход. Соответственно, на основании этих справок 2НДФЛ, которые предоставляются, в принципе, каждый год, и в этом году тоже такие справки предоставлены, вот начиная с этого года, в уведомление сумма, та, которая не удержана была, и которая указана в справках 2НДФЛ, она будет включена в состав сумм, которые подлежат уплате физическому лицу, наравне с налогом на имущество, транспортом и земельным налогом. Хочу отметить, что эти уведомления, вот, как и ранее, нужно получать в соответствующих почтовых отделениях по месту жительства, потому что вся информация, которая размещается в этих уведомлениях, она является конфиденциальной, и, соответственно, лично платежщик приходит и получает это уведомление. По вопросам, которые могут возникнуть у физических лиц и по налогу на доходы физических лиц, которые будут отражены, еще хочу сказать, что порядка 44 тысяч таких физических лиц, по которым представлены справки, то есть это значительное количество, вероятно, могут возникнуть вопросы, по каким основаниям такие суммы включены. Поэтому, конечно же, лучше обращаться по телефону, да, мы можем проконсультировать человека, какое юридическое лицо, какой налоговый агент представил, и по каким основаниям справки 2НДФЛ. И, соответственно, если есть какие-то несогласия с такой суммой, соответственно, обращаться к тому налоговому агенту, для того, чтобы произошли уточнения, корректировки в нашей базе данных и последующим перерасчетам налога для этого физического лица. Понятно. Я хочу сказать, что сроки? Да, ну, по срокам уплаты налога, в том числе и НДФЛ, которые сейчас включены в уведомления, они не изменились. И НДФЛ, вот в данной части, он будет уплачиваться по сроку 1 декабря, так же, как и все имущественные налоги. Хорошо. Хочу напомнить телезрителям, что мы в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Звоните. Вопросы по налогам. У вас еще есть время. А пока посмотрим ролик о налоговых уведомлениях. Ежегодно налогоплательщики, физические лица, получают уведомления по имущественным налогам. Налоговые уведомления приходят заказными письмами, и для их получения нужно сходить на почту. Но есть более простой способ. Получить уведомления онлайн, не выходя из дома, в своем личном кабинете на портале налог.ру. Вот так сейчас выглядит налоговое уведомление. В нем отражаются суммы налогов, которые вы должны оплатить. Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество и налог на доходы физических лиц отражаются в соответствующих разделах налогового уведомления в зависимости от имеющихся у вас объектов владения или полученных доходов, с которых не был удержан налог. В уведомлении указаны характеристики объектов, марка автомобиля и его регистрационный номер, кадастровый или при его отсутствии условный номер объекта недвижимости, земельного участка, иная информация о жилье, строениях, участках, транспорте, сведения о налоговом агенте, а также необходимые для расчета данные, налоговая база, ставка, срок владения и при наличии льготы и иные сведения. Обратите внимание, что для дорогих автомобилей с налогового периода 2014 года введен повышающий коэффициент. Для других объектов также могут использоваться различные коэффициенты для расчета налога. Размер этих коэффициентов регулируется действующим налоговым законодательством. Налог на имущество физических лиц в зависимости от правил расчета в вашем регионе может рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости или исходя из кадастровой стоимости. Рядом с размером налоговой базы будет указан вид стоимости. Буква И – инвентаризационная стоимость или К – кадастровая стоимость. Слева указан налоговый период, за который исчислен налог. Итоговая сумма налога состоит из суммы за прошлый год и при наличии перерасчета за два предыдущих года. При наличии уплаты налога за предыдущие годы переплата указывается в конце раздела и вычитается из суммы исчисленного в данном налоговом уведомлении налога. Если вы несвоевременно представили документы на льготу по налогу, то в уведомлении будет отображен перерасчет налога, но не более чем за три предыдущих года. Однако, если вы полностью освобождены от уплаты налогов по всем имеющимся у вас объектам, то инспекцией будет выполнен перерасчет. Новое налоговое уведомление не будет формироваться и направляться в ваш адрес. Сведения об учете льготы при исчислении налога будут доведены инспекцией в ответе на ваше обращение о предоставлении льготы. Получили уведомление? Проверьте его внимательно и оплатите до срока, который указан в налоговом уведомлении. Оплатить вы можете в личном кабинете или с помощью сервисов сайта налог.ру или при предъявлении в банк платежного документа, прилагаемого к уведомлению. На странице личного кабинета вы можете отказаться от получения налогового уведомления в бумажном виде, чтобы не ходить за ним на почту. Проверяйте и оплачивайте свои налоги на портале налог.ру. Это просто, удобно и быстро. К нам дозвонился еще один телезритель. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Иван Петрович, у меня вопрос. У меня дача в Красноярском районе, Новый Семейкино. И на каком основании сделали кадастровую стоимость 18 тысяч за сотку? Спасибо за вопрос. Рядом массив. У них в два раза меньше. По вопросу кадастровой стоимости очень много задается вопросов и задаются они налоговым органам. Я хочу сказать, что расчет кадастровой стоимости налоговые органы не осуществляют. Мы получаем эти сведения из регистрирующих органов. То есть, если у платежика есть вопросы, связанные с самой стоимостью земельного участка или со стоимостью объекта имущества, то с такими вопросами нужно обращаться в регистрирующий орган, в Росреестр. Мы являемся пользователями всех этих данных, на основании которых расчет производится налоговым. То есть, это кадастровая стоимость, это доля имущества, это сроки владения за какой период. Ну и, соответственно, ставки мы используем, опять же, из тех законодательных актов, которые приняты либо на каждом муниципальном уровне, либо на региональном уровне, в частности, по транспортному налогу. Значит, в Росреестр обращаться по этим вопросам. Да, по этим вопросам. Существует ли, можно ли оплатить налоги за другого человека? Потому что, скажешь, что информация конфиденциальная, еще какие-то препятствия существуют. Да, но так как платежи уже получают конкретное начисление, в уведомлениях получают уже конкретное физическое лицо, то в том случае, если не успевает, не имеет возможности как-то в установленный срок заплатить, он может поручить это сделать другому физическому, другому любому физическому лицу. Такое положение, оно введено только с этого года. Ранее третьи лица не могли уплачивать за других физических лиц налоги. Но не только имущественные налоги, любые налоги, можно поручить уплатить третьему лицу. И, соответственно, вот с этого года такая возможность скреплена налоговым подказом. Да, упрощает кому-то жизнь, да? Да, достаточно много в командировки уезжают люди. И опять же хочется вернуться к срокам, чтобы мы понимали, с какого момента мы будем получать, по какой период налоговое удовлетворение, и когда нужно в результате заплатить налоги, конечная дата. Налоговое уведомление печатается в массовом порядке. Они по Российской Федерации в соответствующем графике распределены. Самарская область будет печататься, как мы говорим, в 2017 году. ФКУ налогсервис города Красноярска. Вот это важная деталь, мы к ней вернемся. Сейчас послушаем звонок телезрителя. Добрый вечер, представьтесь, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Это Артельмана вас беспокоит. У меня вот такой вопрос. У меня льготы по советскому району по имуществу приняли, да, что я пенсионер по годам 100. И это вычеркнули. А вот дача у меня находится в Кенельском районе. Меня направили в Кенельский район, в налоговую. Как можно? По месту жителей налоговую не может это представить? Ну, я так понимаю, что дача – это земельный налог. Получается, в отношении дачи у нас платится земельный налог. И, соответственно, земельный налог по территориальному нахождению. Осуществляется администрирование земельного налога по территориальному нахождению объекта. То есть здесь прозвучало, что находится в Кенеле. Соответственно, то законодательство в Кенельском районе, которое действует, нужно конкретно посмотреть, какие льготы или другие вычеты предусмотрены в этом законодательстве. У нас 340 муниципальных районов, поэтому все 340 я не могу, к сожалению, наизусть знать. Но, тем не менее, по пенсионерам могу сказать, что для пенсионеров на федеральном уровне не установлены льготы по уплате земельного налога. А по поводу пенсионеров каждый муниципалитет нужно рассматривать индивидуально. Поэтому вот и предложили обратиться в налоговые органы. Мы до звонка остановились на Нижнем Новгороде. У нас остается меньше двух минут. Не на Нижнем Новгороде. Уже не Нижний Новгород. Так, минуты уже остаются. Откуда будем получать? Будем получать. Отправитель будет стоять на штемпле Красноярск. Потому что будем печататься сейчас в ФКУ в городе Красноярске. В прошлом году был Нижний Новгород. Срок не изменился. Срок уплаты 1 декабря. И начнется рассылка уведомлений с конца августа. Ну, где-то до октября будет продолжаться рассылка налоговых уведомлений. В этот период необходимо приходить на почту и получать уведомления. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. И вот самая важная деталь, на которую нам всем стоит внимание обратить в этой вот компании нынешней. Еще одно может быть. Вот что осталось? Что важно? Я хочу сказать, что коротко обращайтесь, пожалуйста, по телефону, если какие-то вопросы возникают в уведомлении по исчислению суммы имущественных налогов. А в свой район, в свою районную налоговую нужно звонить? Да, в налоговую инспекцию, которая отправляет налоговое уведомление. Но сводное, и оно направляется из инспекции по месту жительства. Далее уже по ситуации. Да, понятно. Спасибо за важную и полезную информацию. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!